здравствуйте уважаемые слушатели учебного курса здравствуйте школьники 15 14 8 класс у нас урок номер 14 сегодня мы будем разговаривать про сложный поиск экстремума в последовательность поиск минимума максимума последовательности и смежные с этим задачки ну и потом посмотрим до чего мы доберемся и так значит мы говорим про поиск прошу прощения поиск соответственно ну давайте максимального поиск максимального элементов последовательности обратите внимание что я говорю не в массиве а в последовательности совершенно не обязательно это должен быть массив вот то есть есть некая последовательность чисел которая подается на вход мы должны сказать что то ну а что мы можем сказать как и вы уже поняли очень важно правильно поставить задачу да вот когда мы занимались бинарным поиском в упорядоченном возраст не убывающим массиве да очень важно было правильно поставить вопрос а что мы собираемся а что если его нету а что тогда нам вернуть да и мы вот вы сложно долго вводили левую границу правую границу да но и для них все легко зато потом написалось а что мы хотим получить собственно я поясню проблему представьте себе что у меня поиск максимального происходит не между числами банально а а между на как сказать фактическими некими но людьми то есть некий не знаю там ваня на есть и некий максим макс на есть петя рома и дима да ну и у них есть какой какая какие-то числовые характеристики ну например у них есть там не знаю рост у одного сто сорок семь у другого сто шестьдесят три у этого сто пятьдесят шесть у этого сто шестьдесят два у этого у димы не знаю сто пятьдесят шесть ну вот условно на вот некий некий рост у каждого ну и вопрос да что значит найти максимальный максимально да дело в том что совершенно не обязательно мы будем искать максимальный по росту правда а может я должен искать того кто максимально это будет тот у кого имя последнее а мало ли у них кроме роста есть еще какие-то характеристики с точки зрения того что я сортирую да ну если если это неважно сейчас питон это ли c++ или какой-то другой язык по существу это некие кортежи ну понятно наверное что мне будет либо удобно делать как сказать вектор на структур либо на ну картежики просто пары впихнуть или еще каким-то образом да пары там можно делать ну кору короче местники кортежи записи либо это будет два массива которые нужно синхронно просматривать да но еще раз говорю дело не в массиве и не в способе хранения вопрос в том а что вообще значит найти максимальный элемент это не просто найти само число да ну я вижу что у меня вот это число фактически наибольшее да вот но мне например найти максимальный элемент означает собственно найти все про него то есть запомнить все характеристики на все свойства данного конкретного кортежа то есть получается есть так называемый ключ поиска поиск по принципу максимальности до этого ключа среди других но естественно что этот ключ должен позволять сравнивать элементы друг с другом я кажется вам объяснял что это не совсем тривиально сравнимость элементов друг другом не такая тривиальная вещь вот потому что вполне может быть что там не знаю алёша побеждает ваню в шахматы ваня побеждает петю петя побеждает машу а маша побеждает алёшу ну или классическая если вы играли когда-нибудь в такой камень-ножницы-бумага до камень соответственно больше чем ножницы ну или давайте не знаю так в строчку камень больше чем ножницы до ножницы больше чем бумага бумага больше чем камень ну и как вы это упорядочить это никак невозможно упорядочить понятно и я может быть этого не говорил да но бывают такие и такие типы значений по существу математические как мы их к диза кодируем это уже отдельный вопрос который невозможно упорядочить принципиально например два множества дохода вообще два человека на самом деле два у двух людей нельзя сравнивать если не придумать некую оценивающую функцию на и вот в данном случае вот так вот от картежики да я загоняю через некоторую оценивающую функцию по сути вычленяющую некий ключ ну в данном случае ключ просто возвращает мне что называется второй параметр как принцип поиска максимум так еще раз найти максимальный казалось бы все очень просто найти соответственно такой вот у которого данная характеристика максимально и выдать про него всю полную информацию в частности его там имя но проблема а кто сказал что у меня человек с максимальным ростом да я договорился что у меня соответственно имя и рост то есть два свойства а кто сказал что человек с этим ростом у меня один а что если этих людей у меня несколько такая простая идея а что если их просто банально несколько ну у меня сейчас получается что максимальный рост а прошу прощения вот еще 162 да я сюда тоже 156 напишу они как это из кремлевской роты знаете есть такая да кремлевская рода рота в которой это людей очень жестко подбирают и по лицу и по росту я не желал вам не служить ни в какой роте мне кажется это лишнее в современным в современном состоянии нашей армии доблестной но лучше лучше в военную кафедру пройти в конце концов но что я хочу сказать что простите за ремарку короче смысл в чем что вопрос точно так же как помните с левой и правой границей да а что если у меня максимальными надо признать все вообще всех да то есть возникает такой интересный вопрос вот если я мыслю себе на некой максимально это как некое первое место на котором мне нужно поставить кого-то ну а все остальные что называется лузера да он винера эти лузеры да то возникает вопрос а что если они все реально по этой характеристике просто одинаковые вот реально совсем одинаково и невозможно их выделить но первый способ на он как сказать на примитивен кто первым попался и занял эту позицию а дальше он говорит ну вы не выше меня идите леса но еще раз а с точки зрения математической логики самой постановки задача а того ли мы хотим хотим ли мы этого то есть мы действительно хотим просто найти первого попавшегося или ему или там последнего попавшегося а чё всех остальных нам не надо ну и соответственно возникает мария очень рад можно выключить это ваня я даже очередь старшести стреку когда замутить микрофончик окей короче значит смысл мы ставим постановку задачу поиска максимального и обсуждаем что это не так просто так вот смысл в том что у меня вот туда из вот этой компашки да фактически некоторым образом должны встать ну извините сразу там четверо да то есть у меня вот они должны там иметь право накапливаться да а значит теоретически получается что если я должен сохранить не только само значение максимального ключа но и их имена например да то тогда мне придется всех ставить на первое место ну условно представьте себе что в олимпиаде да сделали настолько простые задания что весь мат класс 15 14 взял и вот все победили все набрали 100 баллов невозможно их отличить но 100 баллов условный балда понимаете да вот такой вот момент короче поиск максимального по значению еще раз не совсем тривиален и если мне необходимо сохранять вот эту всю информацию то теоретически может оказаться так что вообще весь исходный массив мне придется что называется ну массив данных всю последовательность придется запоминать теоретически ну практика она другая поэтому желательно может быть сразу чаще всего все таки будет там 12 внутри может быть да даже нам на большой выбор но на большой выборке может быть на миллионе чисел 10 штук до вряд ли весь миллион поэтому теоретически мы конечно можем обсуждать что а вдруг среди миллиона вот вот таких вот они все окажутся максимальными но слушайте есть практика жизни мы понимаем что среди миллиона ну допустим из 100 ну допустим даже тысяча ну даже 10 тысяч ну по сравнению с миллионом это в сто раз меньше вот то есть короче смысл сохранять все данные на большом потоке нету если это поток данных идет мне достаточно условно запоминать ну вот как сказать в некоторое растяжимое хранилище ну у нас вот этим растяжимым хранилищем на вполне будет вектор вектор в котором мы будем погружать но чтобы погружать туда вот когда у меня разно типные значения у меня там строка и число например да то я буду туда погружать пары но есть такая штука std pair вот и соответственно вот мне это вполне устроит на соответственно погружать пары кого слушайте я std using namespace std и забыли до пара состоящий из строки стринга на и целого числа int да ну и собственно на это самое вектор на самом деле в принципе я мог бы как сказать сами возраста и не запоминать потому что возраст господи не возраста а рост на потому что рост я могу в принципе считать ну как он у них будет одинаковый у рост у них будет одинаковый на поэтому на самом деле мне от достаточно не вектор пар стринкин в принципе для простоты реализации я могу плюнуть и про пары сегодня не рассказывать а просто вектор стрингов да а их рост в которые находятся там на максимуме то есть я просто запомнил все имена всех кто у кого возраст рост прошу прощения максимально понятно соответственно max names ну и должно быть соответственно у меня значение этого самого роста который у них у всех есть да то есть вот у них он у всех очевидно должен быть одинаковый начали это самое и так а это будет соответственно макс велью он у них одинаковый да ну вот я так вот обозначил как я буду называть что называется переменные я когда было начало нашего курса рассказывал про логику что если приходит человек занимать как сказать пытаться занять максим максимальную позицию да я вон там как видите я уже не могу теперь написать сюда одну переменную м на и сказать что этот товарищ он туда атакует и все то есть он сразу содержит например там два да он содержит собственно значение некоторое что там name да и он содержит соответственно на высоту да ну там hate да ну слушайте дайте я назову просто x ради краткости сейчас его вы с рост его его рост так вот и он соответственно соревнуется но фишка в том что ему не надо соревноваться с каждым до ему достаточно посмотреть на сравнение является ли x больше максимального значения и если он как сказать не больше то есть возможно три исхода три исхода значит первый исход он идет лесом то есть x оказался то есть варианты какие ну слушайте я напишу давайте вот варианты исхода двоеточие и так первый соответственно если у меня x меньше чем слушайте я назову это все таки для краткости м да тогда он идет лесом в кавычках ну то есть мы ничего не делаем я его обозначаю первым но на самом деле именно вот этот вариант вообще не требует никакого отдельного разбора и действий поэтому я его на самом деле отправлю в элс в большое иначе вариант 2 он оказался выше их всех слушайте дайте вначале разберем как раз вот эту ситуацию когда он не выше их всех а он равен x оказался равен вот этому максвелью ну в этом случае он должен встать рядом то есть он отсюда попадает вот туда же при этом максвелью менять не надо да то он становится ну и следовательно становится рядом я так напишу да а если x оказался больше чем м вот это самая интересная ситуация на самом деле потому что в этом случае лесом идут все соответственно вот эти товарищи они уходят а он один такой поскольку он более высокий встает на их позицию очевидно что мне при этом вот это временное моё хранилище вектор этих имен да она именно что растяжимое должно то есть она тоже как гармошка растягиваться причем потенциально чисто теоретически на там хоть весь список да ну правда надо понимать что там ну либо мы должны гарантировать что там их будет там не больше ста на миллион да ну как каким-то образом там прикинуть ограничить и понять масштабы ну это уже на практике обычно можно профилировать всегда уж если это практическая задачка ладно а в олимпиадных задачках это обычно прописано просто короче если x больше м тогда он становится вместо них всех вот на самом деле вот разбор этих ситуаций правильный вести от конца да вот вот этой ситуации когда он что называется вместо них встает вот так ну что же значит давайте сделаем реализацию реализацию сейчас минуточку буквально требуется мне найти нашу папку я не вижу вижу все простите пожалуйста не сразу итак это у нас макс соответственно на лучше так напишу толст 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 студент мне понадобится вектор вот и больше вроде как ничего не понадобится все входит в главной функции сейчас ничего особенного не требуется так значит что мне надо мне надо считать этот вектор студентов ну он подается с клавиатур то есть я буду вводить строка строка число на самом деле это не будет это не будет считывание вектора я буду именно что обрабатывать прямо в процессе поэтому я заведу себе да using namespaces забыл написать простите пожалуйста так значит поехали да забыл строка нужна строки нужны итак значит это будет name очередного да и мне нужна соответственно вектор строк да который будет хранить но это будут временные там для считывания на самом деле наводка поскольку она временная ее на самом деле могу даже в цикле описать так что я зря это делаю может быть хотя конечно нужно первого считать первого считать пока сейчас секундочку я думаю ладно я сделаю сегодня сделаю там через брейк ну и не торопись вообще идея неплохая действительно просто первого считать и сразу закинуть я думал сэкономить и стринг вообще не делать глобальным ладно короче глобальным все равно я не буду сейчас выпендриваться и сверх экономить работаем значит значит вектор строк это у меня будет соответственно max names да и ну просто само значение max value да ну что туда заложить сейчас для начала что тут для начала заложить да ничего не действительно я сделаю как вот кто володя по-моему сказал да значит взять прочитать соответственно name прочитать мне понадобится его рост соответственно я его здесь назову ну я его тоже назову x хотя может быть все таки hate давайте hate и дальше что я делаю я считываю считываю соответственно name считываю hate да после чего я их просто закладываю в макс соответственно names push back соответственно name и max value равно hate я объясню потом почему мне этот подход чуть-чуть не нравится почему мне не нравится обработка первого человека вне общего потока но пока сделаем как как вы предложили значит теперь по существу дальнейшего движения да значит я разберу сейчас вот этот сложный случай когда нужно аккуратненько разобрать там меньше равен больше только мы все ровно наоборот будем делать итак поехали до тех пор а до каких пор сколько же я буду их считывать то елки-палки ну я допустим заранее скажу хотя есть вариант на самом деле до момента пока не введет пока человек не введет name пустой правда есть некоторая тонкость поскольку c in там будет сложным образом вводить то есть ну давайте я лучше сделаю не вайлом а for соответственно у меня будет должен быть этот n некоторое number of students должно быть известно да то есть оно должно быть известно и оно должно быть считано первым вообще говоря так а это я даже вообще откину вот сюда чуть ближе к месту где это дело считываю значит так и этот max сейчас number of students я собираюсь его тоже прочитать с клавиатурой так я его прочитываю прочитали прочитали количество студентов дальше прочитали имя в высоту первого запихнули его в соответственно в максимальные и поехали дальше собственно их всех уже потоком обрабатывать да в этом случае естественно что студент номер 0 уже обработан надо начинать как сказать со следующего ну либо как вариант вот здесь сделать минус 1 слушайте ну я лучше я там единичку накину и все итак поехали что я делаю я в первую очередь считываю следующего студия информацию следующего студента теперь его нужно обработать разбив вот это все по случаям и так первое что если его высота оказалось теперь все сделаем вот по сравнению с тем как оно вот тут написано ровно в обратной последовательности то есть в начале х больше м потом х равно равно м и потом х меньше м ну как его даже и обрабатывать не надо потому что ничего не надо делать итак если хейт больше макс слушайте я написал макс вэлью может макс хейт ладно уже пусть будет макс вэлью если так то мне необходимо послать лесом всех кто был до него это очень важно сделать не ну понятно что я как и при поиске обычного максимума я должен макс вэлью сделать равно хейт то есть я запоминаю новую высоту но очень важно всех кто был ранее временными максимумами то есть среди тех кто уже был надо всех отправить лесом соответственно мне нужно его опустошить значит я не помню как это делать давайте посмотрим какой там с c++ например какой нибудь референс по библиотеке значит меня интересует кто меня интересует вектор и как его опустошать вектор класс вектор значит так значит что с тобой вектор можно делать какие у тебя есть методы итераторы элемент xs модифайеры о erase erase elements не уничтожая сам вектор стереть все его элементы clear contents ну слушайте там наверняка есть некая разница я так догадываюсь я догадываюсь что есть некая разница так range either single элемент значит erase требует указания итераторов откуда докуда соответственно понятно пример использования там от begin до begin плюс 3 ну то есть по сути первые три элемента грохнуть да причем последний итератор как видите да он получается не включительно иначе бы он удалил 4 элемента ну окей окей все понятно а clear я надеюсь уничтожает его целиком и полностью all elements from the vector значит они leaving the container with size of zero ровно то что мне надо поэтому я воспользуюсь clear max names clear вот мы их успешно теперь отправили лесом и теперь в max names соответственно я делаю pushback видите я пользуюсь вектором именно с его спецификой вот этого вот динамичности этого массива как списки в питоне да там и pent да там тоже есть своя своя очистка его я сейчас не помню clear она называется или как там не помню к сожалению тоже есть своя очистка ну вот здесь я ему говорю очистись а потом pushback ему кого name тем самым я запомнил этот самый новый рост победителя и запомнил фактически он единственный победитель окей а теперь внимание это я рассмотрел ситуацию когда рост был больше чем максвелли послушайте если я не дай бог сделаю сейчас вот так сейчас поймите посмотрите и скажите мне в чем я буду неправ ну мне ж не надо менять значение максвелли да мне не надо очищать я пушбек кто скажет ошибка в чем что я делаю неправильно ну если я больше чем максвелли то тогда всех отправить лесом добавится в конец а если я равен то добавится в конец что не так а у вас даже по идее элиф нет абсолютно верно да молодец действительно только не элиф а элс потому что у нас нет отдельного оператора элиф в c++ вот так он не поймет просто мы в c++ имеем право писать это в одной стеке но это действительно очень важно если этого не сделать то у меня на самом деле только что сменивший максвеллию товарищ зайдет и сюда тоже в этот ив и окажется что равно и всегда будет добавляться два раза то есть у меня будет два раза два раза каждый человек который занимает первым занимает максимальное место это неправильно мне нужно именно и а иначе если то есть я победил победителя победил самого сильного а если нет то может я его не победил но равен ему ну а иначе а иначе ничего делать не надо то есть а иначе ну если бы это было условно на питоне я бы сказал здесь я мог бы вот так сказать но реально мне просто ничего не надо делать поэтому я этот элс просто не буду вставлять естественно поэтому вот собственно базовые действия вот они вот такие ну и по итогам мне нужно что сделать распечатать соответственно по всем товарищам которые есть у меня в массиве max names for соответственно ну слушайте я сделаю здесь этот c++ 2011 года цикл for names соответственно значит который будет пробегать по max names и я что буду делать я буду печатать сяут соответственно победители первое место ну я не могу по-русски печатать поэтому по-английски да даже с кодировками проблема в писах я скажу winners толст лучше сказать толст students так и дальше я их печатаю дальше я их печатаю каждого в новой строке я буду печатать я буду печатать его name я буду печатать его рост я так вот минусик напишу да соответственно и его этот самый рост а рост у них у всех одинаковые max value все супер ну и на самом деле я даже не уверен что реально нужно сейчас думаю 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 да слушайте давайте не буду это печатать я max value могу напечатать tallest students have значит hate вот так вот сделаем max value так так и следующие строки я вот тут сделаю соответственно their names ну и дальше их имена все все вот так вот будет примерно логично звучать я так думаю ну и тогда мне не надо вот это вот делать они будут эти имена идти там условно через пробел и все все просто имена через пробел то есть один рассказал их рост и всех выдал их высоты ну чё давайте запустим прогоним на каком-нибудь примерчики все благополучно скомпилировалась значит давайте писать я собираюсь сделать 1 2 3 4 5 студентов значит владимир соответственно соответственно я не знаю рост 154 что там Денис 153 слушайте я условно сейчас буду писать Александр Тимур 155 Тимур 154 и давайте еще кого-нибудь добавим со 155 ну например там Тимофей 155 ну у меня больше рост но неважно и так то ли студентский 155 до вера Неймс Александр Тимофей все благополучно он их как видите вычленил да и вот они мы их имеем соответственно они сохранены можно прогнать какой-нибудь частный случай в котором у нас будут все все как это называется все на студента будут одинакового роста на чтобы проверить 10 студентов одного зовут а и он роста 100 то есть давайте один б роста один в роста один на г роста один д а б в г д е е йо ж з и йоу не поместился ну короче и он у меня как видите да все нормально всех сохранил в список то есть вот эта логика она все это дело обработала значит есть следующая интересная тонкость вот я сейчас специально разобрал условно вначале некий такой вот сложненький вариант да вот и мы вычленили вот все элементы с максимальными значениями значит и там они сопровождались семенами на самом деле очень часто нет 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 не столько кортежики до в олимпиадных задачках там условно и будут числа вот такие да вот а вам необходимо найти местоположение максимума в каком-то смысле кстати вот в этой задачке я я одновременно находя само максимальное значение могу сразу сказать сколько у меня элементов имеет максимальное значение просто будет длина да сайз в вектор макс нэймс точка сайз то есть сколько их там в конце есть и все но был бы питон было бы там лен сколько их там штук вот значит на самом же деле если у меня были бы что называется эти студенты безымянными то есть никак не не надо сохранять макс нэймс да но не мне нужно отслеживать количество равных максимальному то есть поступают вот такие вот числа на и мне надо знать а сколько чисел равных максимуму эта задачка на самом деле проще на вот эта задачка попроще и мы можем сейчас пойти от текущей методом упрощения а можем написать заново я пожалуй все таки методом упрощения пойду и стринги грохну отсюда не нужны и вектор грохну он не понадобится так сейчас секундочку это у нас будет просто на набор и так наборов максимал значит никакого этого не надо макс вылью ну я оставлю это дело а вот теперь смотрите ну number of students я упрощу сейчас все по максимуму просто n как в школьных задачках на это будет называться x значит я считываю x а значит и дальше никакого пушбека значит я пока сделаю как вы предложили пока что а потом сейчас покажу почему-то не это будет не нравится очень сильно я так не показал то в первом примере но ничего если их больше чем макс вы или макс вы или равно x а как мне заменить теперь чтобы без вектора подсчитывать количество максимумов для этого я не хочу иметь никакого вектора но мне нужно что-то вроде пушбека для подсчета да поэтому я сделаю количество равных максимуму макс намбер плюс равно 1 ну естественно что мне такая переменная будет нужна да то есть мне нужно будет создать вот такую переменную и вопрос а что ей положить в начале на самом деле я могу вполне положить туда нуля ну звучит логично да количество сам максимум мне неизвестно уж точно количество равных максимуму равно нулю потому что никого еще не было да то есть такой начальной инициализации я вам когда мы разговаривали про поиск максимум я вам говорил что ну а что будет начальным состоянием максимума на это это математически нетривиальный вопрос да вот например вот в этой комнате есть один преподаватель ну я тут один вообще это видеостудия но тем не менее да можно говорить о вопросе какой преподаватель сам у ты что так же я являюсь самым глупым преподавателем в этой аудитории но не в то же время здесь нет например кошек на об этом вопрос а какова какой вес самой тяжелой кошки в этой комнате а невозможно ответить да то есть каково количество кошек можно да ну если там не знаю суммарный вес этих кошек можно сказать он равен нулю да ну произведение весов этих кошек сложно но если произведение чисел то понятно для нуля чисел произведение нуля чисел равно 1 хотя это уже сложнее понять но вот для поиска максимума сказать а какое максимальное значение нуля чисел да ничего оно не равно Невозможно ответить на этот вопрос. Поэтому мы решаем это некими обходными маневрами. То есть, не имея возможности выставить начальное значение максимума, мы говорим, ну давайте воткнем туда какое-нибудь такое, которое точно будет перезаписано. Ну, например, какой-нибудь минус 10 тысяч миллионов. Что-нибудь такое, ну вот 100%. Первый же пришедший реальный человек сбросит это чучело и встанет на его место. Но на самом деле, если мы заранее прям не знаем большого количества информации о данных, которые придут, о тех дохляках, которые придут соревноваться с Максвелью, мало ли отрицательные придут числа. А это вот на нуля вставил, ноль победит. Плохо. Он не должен вот это изначально, не должен победить ни при каких разумных обстоятельствах. Кроме одного. Если реальное количество пришедших будет равно нулю, вот тогда действительно там чучело останется стоять. Это будет признаком, что никто не приходил соревноваться. Ну ладно. И сейчас продолжаем по методу упрощения. x равен Максвелью. Что я должен сделать? Ну, Макснумбер. А теперь стоп, подождите. Как плюс равно 1? Я по сути сделал некий аналог пушбека, но перед этим не сделал клиера. Но мне не надо делать, не будет делать клиера, если я тупо сделаю присваивание единицы. Я теперь там 1. Я победил чемпиона, я становлюсь вместо него, старое значение Максвелью идет лесом, и я говорю, я тут 1 такой. О, все, вот теперь понятно. Иначе, если x равен Максвелью, тогда Макснумбер плюс равно 1, тогда действительно я встаю рядышком. Заменять Максвелью не надо, но запоминать имя не надо, не запоминаем имена. Поэтому просто, значит, все намного проще будет писаться. Соответственно, мне нужно максимум... Кавычку потерял. Максвелью равно Максвелью, значит, и что еще мне надо сказать? И сколько, соответственно, этих самых перевод строки. И никакого форма мне не понадобится, потому что тупо количество сказать. Соответственно, Макснумбер... Слушайте, я копи-пасту сделаю. Количество равных максимальному Макснумберу тоже просто распечатать. Окей. То есть, еще раз, математически задачка похожа, но не надо запоминать имена. Ну и она намного проще для восприятия. Да? Но сейчас я ее чуть-чуть усложню и с ней побалуюсь. Ой. What's going on? Я случайно назвал ее точка C. Сейчас я... Немножечко ее... NUM OF MAXIMALS CPP А то, конечно же, вот какой он. Да, конечно, хочу изменить. Поехали. Так, давайте придвинемся к самой содержательной части. Значит, я сейчас введу количество чисел и дальше набор чисел. А я числа не буду делать большими. Это будет, не знаю, 4. И я их могу вводить в одной строке, поэтому я не буду париться. Я вот сейчас вот балую... Ой, прошу прощения. Ну, вроде как их тут 10 штук, нет? Нет, на одно больше, чем 10. Вот так вот. Я, как видите, сделал семерку максимально. И он нащупал здесь ровно 3 семерки. Он их благополучно нашел и подсчитал. Окей. А теперь стоп. А я хочу искать максимальное. Да, почему я не сделал массив? Казалось бы, ну, давайте сделаем массив, вообще стандартный поиск максимума сделаем. Послушайте, а если этих чисел реально будет миллион? Ну, я не буду, а в задачке стоит ограничение по памяти. Это же неспроста так делают. Просто реально, когда памяти не так много, и вы должны стараться экономить память. Ну, вот, поэтому... Цикл вайл нельзя сделать. Цикл вайл. Ну, пока вводим числа, вот тогда ищу максимум. В данном случае я заранее знаю, сколько чисел. Цикл вайл сделать можно без проблем, но я про другое сеть. Но если у нас ограничение по памяти работает, мы не знаем, сколько их будет. Да, я же и сейчас не запоминаю массив. У меня и так не нужен, не нужен вектор. У меня все в порядке. Я сейчас работаю с конечным количеством переменных. У меня переменных это раз, два, три, четыре, ну, еще там, пять. Ну, то есть, я очень эконом... Это экономно по памяти, все нормально. Короче, что я хотел сказать. Цикл вайл тут не нужен, потому что заранее известно количество, и он ничего не решает. Так, я хочу искать максимальное значение среди и количества равных максимуму. Только среди четных чисел. Или, слушайте, дайте, среди нечетных. Среди нечетных чисел. Значит, получается, что считывать, то есть, сам процесс вот этого считывания очередных, мне нужно организовать точно так же. А вот самая вот эта вот конкурентность, да, конкурентное вот участие, мне нужно добавить сюда, если я при этом там нечетный. Ну, понятно, да. Самый надежный способ, на самом деле, взять и вот здесь вот отфильтровать ровно наоборот. Четных посылать нафиг. Для этого есть оператор continue. Если x по модулю 2 равен нулю, до свидания. Что делает continue? Continue – это оператор, он похож на break, но не break. Он телепортирует нас снова и снова на начало цикла, на начало следующей итерации. Ну, то есть, он законным образом проверит, что там с i, щелкнет итерацию. С continue нужно очень осторожно, если у вас есть цикл while, и вы самостоятельно делаете итерирование. Потому что иначе можно зациклиться на вот этом continue, потому что итерирование не происходит. С циклом for все будет норм, он как раз проверит, что i еще меньше n, в конце итерации он все равно щелкнет и плюс плюс. То есть, continue будет подразумевать, что и плюс плюс все равно произойдет. И после этого мы проверим. Короче, можно не волноваться. В цикле for continue – это классная штука. И он позволяет мне… А что он мне позволяет? Он мне позволяет сделать, по сути, фильтрацию. Ой, простите, питоновские, этот самый, фильтрация. Да? Ну, фильтр напишу просто. Да? Это те, кого я посылаю нафиг. На самом деле, это польза того, что я написал continue только в том, что я не делаю вот так. Ну, то есть, у меня вот это условие фильтрации, да, оно как бы вот уходит, погружает вглубь саму конкурентную вот эту вот выборку. Больше, равен. Понятно? Ну, а если бы у меня этих принципов фильтрации было бы больше, и перед каждым очередным мне нужно пошаманить, вот здесь вот некое шаманство. Соответственно, у нас с иксом, там что-то, там, не знаю, да, разное, может быть, особенно если там длинное это дело, я что-то выясняю дополнительно, то тогда может оказаться, что у меня снова нужно написать, то есть я шаманим-шаманим, да, потом я снова пишу if, трататам, некое условие фильтрации, и снова я должен это дело погружать глубже. Ну, а можно ровно наоборот, то есть ставить вот это вот по отрицанию, там, да, и тогда досвидос. И тогда все это дело шаманство и весь этот if отправляется, соответственно, назад, да. А если и это шаманство с вот этим вот товарищем, соответственно, с этим if, да, если вот это not условие, то, соответственно, тоже continue. Вот, то есть, ну, короче говоря, смысл в том, что continue позволяет продолжать писать программный код нормального сценария без отступов. А мне вот, ну, как бы, на самом деле вполне для данного конкретного случая вполне нормально будет, если он у меня нечетный, тогда я что-то среди нечетных хочу искать. В данном конкретном случае я лучше сделаю это погружение, зато будет более явно прописано и понятно, да, что происходит. То есть я сейчас делаю фильтрацию. Да, я ищу максимум среди нечетных. Да, ясно? Давайте посмотрим на то, как работает моя фильтрация. Да, давайте запускаемся. Все благополучно скомпилировалось. Так, я немножко это дело сдвину, пожалуй, а то он уж очень там много пространства съел. Итак, я собираюсь сейчас ввести, это штук 6 чисел достаточно. Значит, что я собираюсь ввести? 12, 13, 10, 9, 7, 13. Ну и как видите, благополучно он нашел, что максимум это 13, max number равно 2, да. Кстати, у меня глюк есть сейчас. Глюк есть сейчас в этом решении, вы сейчас его увидите. То есть я сделал код, он вроде бы работает, но необходимо более тщательное тестирование. Давайте я еще 5 чисел введу. Смотрите, я введу число, не знаю, там, 10, давайте, не знаю, там, 9, 7, 5, 3, 1. Та-дам! Max value 9, max number 0. Вот он глюк на нас смотрит. Откуда на нас смотрит глюк? В момент, когда я прочитал первого икса и положил его в max value, наверное, я должен был max number проставить равным 1, да? То есть я же его туда поставил. Ну да, max number теперь надо. Правда? Может показаться, что это лечит нашу программу. И действительно на том кейсе, который я сейчас озвучил, да, тест кейсе, тест кейс, тест сценарий. Вот на вот этом конкретном тест кейсе это действительно поможет, действительно будет говорить, вау, super max number равно 1. Оно будет корректно считать, если их окажется таких несколько, все будет норм. Там, да, я сейчас это самое сделаю тоже там 7, 3, 4, 10, 7. Я специально дам значение четное. Посмотрим, что он не соблазнился большим значением, но оно же зато четное. Он его, естественно, отфильтровал, и только нечетные шли у меня и соревновались друг с другом. Он нормально подсчитал. Супер. Так, товарищи. Давайте я сломаю, покажу, что это не работает. А может Иван сразу или кто-нибудь еще сразу видит, в чем еще глюк? Очень хотелось бы от вас некий фидбэк, да, вот по... Ну, я даже не знаю, надо ли мне мотать куда-то в этой программе, потому что тут все на глазах, да, все видно. Она маленькая. Нет, не видим глюка. Значит, я ввожу. Итак, поехали. Я ввожу 4 числа. Я ввожу 10... Каждая в отдельной строке. 9, 8, 7. В чем проблема? What's the problem? Ну, все же правильно. Максимально 10, и вот, а только одно число, я. А тебя бы не удивило, если бы в соревнованиях по армрестлингу среди девочек внезапно мальчик выскочил такой. Ага, я тут самый... Ну, я могу прям тебе показать, как это будет прикольно. Смотри, давай. Вот, чтобы тебе было ясней. А то тебя что-то не смутил мальчик среди девочек. Давайте, 5 чисел. Я введу 10, 9, дальше я скажу 100, 7, 20. Постоянно одно и то же. Еще и 10 неправильно. А тут 100 должно быть, по идее. А тут... Ты опять, опять, опять постановку задачи не понимаешь. То есть ты мне говоришь, я тебе говорю, вот соревнования по армрестлингу среди девочек. Ты говоришь, ну смотрите, вот тут вот выстроились на соревнования по армрестлингу среди девочек, как там, не знаю, Вася, Маша, потом Бугай Алеша, потом Рита, а потом еще Петя. Да? Победил Бугай, должен был победить Бугай Алеша. Извините, смотрите, Тимофей Федорович, а это мы правильно делаем, что мы Макс Валю определяем вне цикла вообще? Мы Макс Валю еще не знаем, четный он или нет. Вот в чем проблема. Вот ты начал, как сказать, ты усек самую суть. Фишка в том, что должен был не победить ни Бугай Алеша и ни Петя, да, и не вот это вот, кого я уж не помню, как я его назвал, но смысл в том, что реально он должен, тоже должен был пройти фильтрацию. Вот она фишка, что у нас получается первый, как это, первое четное число проскакивает такое без фильтрации и встает на место максимума. Вот она, проблема, она имеет, как сказать, принципиальный алгоритмический характер не в реализации на языке программирования, да, тут неважно, питон это будет, си или так далее, да. У меня есть некая последовательность чисел, да, которые я собираюсь прогонять, ну, слушайте, я люблю человечками, давайте, ну, человечки. Последовательность этих самых чисел, которые должны посоревноваться, да, и они разные, да, вот 10, 9, 23, 5, да. И у меня есть те, которые должны фильтроваться, есть те, которые и участвовать, проходить фильтр и участвовать в соревновании на проверку, не больше ли я, чем максимум, да. Ну, она осложненная, но тем не менее, да, а есть те, которые должны тупо проходить мимо. Но у меня так получается, что поскольку я должен кого-то поставить, а есть проблема постановки первого, то в результате первый берет и заскакивает туда. И возникает, то есть мы сейчас решим эту проблему, выкинув max value и max number из цикла, вернем и, начиная от нуля, то есть всех будем прогонять циклически, но вопрос, а как мне тогда поставить туда чучело? Не, ну, конечно, я могу сделать минус 10 тысяч миллионов, да. Но всегда можно взять и попробовать придумать так, чтобы все числа, которые здесь придут, они все были меньше того, которое сторчит там. Ну, кроме тех ситуаций, когда это строго задано в условии, вы точно знаете диапазон допустимых чисел на входном потоке. Я вам уже, по-моему, рассказывал про булевские переменные и про флаги, да. В данном случае можно обойтись без флага. То есть на самом деле фишка в том, что есть способ оставить позицию вот этого вот максимума реально пустой. Пусть там хранится мусорное значение, неважно, оно под перезапись. А нечто другое, некая другая переменная будет сообщать мне, что здесь, собственно, пусто. То есть некая другая переменная, некий флажок, да, флаг, будет говорить мне, ну, я туда сейчас напишу условный некий там, не знаю, true, да, некий флажок, который говорит, ребята, здесь пусто. Флажок этот будет одноразовым. То есть как только первый прошедший, то есть после этого у меня будет что? Те, которые мимо по фильтрации пробегут, они уходят тупо, да. А те, которые прошли фильтрацию благополучно, первый же из них он будет вначале проверять не то, что я победил максимума, а, собственно, в принципе, я как, если там пусто, то я просто встаю на его место без конкурса. Понятно, да, первая девочка, она говорит, говорит, я победитель. Флажок после этого сбрасывается, да, он переходит в состояние условного false, да, после этого ни одна девочка уже бесплатно туда не войдет. Все последующие, ну, это прошел мимо, да, следующая девочка, приходя сюда, она должна будет посоревноваться вначале за максимальность. Ясно? Ну, может быть, осложненно еще раз там подсчетом равенства. Так вот, фишка в том, что в данном случае, именно в данном случае, поскольку мы кроме того, что ищем, ищем само значение максимальное, мы ищем еще и количество равных, то у нас в качестве этого флажка может сработать само количество равных. Посмотрите, оно равно нулю в начале. Оно еще когда-нибудь обнулится по ходу дела? Нет. То есть, оно равно нулю, и это знак для нас, что там пусто. Соответственно, я говорю, ребята, убираем вот это считывание, собственно, отсюда этого первого значения. Да? А что мне делать-то теперь? Как мне обеспечить, чтобы этот максимальный, ну, не происходило вот этого соревнования, если что? Ну, я скажу так, если у меня max number равно-равно нулю, или... Скажите, я вам рассказывал про лень или, про то, что или ленивая? Рассказываю. Так вот, товарищи, посмотрите, насколько это красиво. Это или ленивая? И он, получается, вот это вот высказывание звучит так. Если в максим... ну, количество максимальных, да, равно нулю... О, все, оно равно нулю, все, мы проскочили, мы... Что делаем? Max value занимаем и, по сути, поднимаем, ну, как сказать, флажок. Ну, то есть, он в каком-то смысле был равен нулю, наоборот, да? Было пусто, а теперь занято. И больше назад оно в ноль никогда не обратится. То есть, оно либо будет увеличиваться еще больше, чем один, либо, если кто-то окажется по другой уже причине, какой-то придет x больше, чем max value, да, он его заединичит снова. Но, благодаря тому, что я теперь это сделал, не будет ни одного x, который бы прошел без фильтрации. Более того, саму переменную x я могу перенести в тело цикла. Она теперь будет локальной. Ну, ей нечего делать в большом глобальном контексте программы, она будет появляться прямо в самом цикле. Вот тут x, вот я его тут же считал, вот я его там. Вот такая прикольная история у нас получается. Значит, так, что я хочу. Чего я хочу добиться? Я добился. По-моему, все норм. Пора запускать, показывать, что это дело работает. Товарищи, я, конечно же, очень хорошо рассказываю. Дождите, а у вас, если он вобьет то, что никто не пришел на соревнования, то возникает ошибка, когда будет выбивать макс в ее. Я сейчас покажу, да. Это замечательно. Это прекрасно просто. Но когда у меня есть хотя бы одно нечетное число, он его благополучно находит, не соблазняясь, ни первым, ни каким-то промежуточным, все норм. Да? И действительно, вот кто у меня этот отладчик? Да, Володя опять? Короче. Ваня. Ваня, Ваня, спасибо большое. Значит, смотри. Сейчас что происходит фактически, да? Ты говоришь, ты как прекрасный тестировщик. Говоришь, подождите, а ведь есть еще один юскейс. А что если у меня, например, устроили соревнование парамрестлингу для девочек, да? А на него пришли разные мальчики всякие. Да? 14, 16, 8. Ну, я вам скажу больше. Max Value может вообще оказаться мусорным на самом деле в этой ситуации. И то, что он равен нулю, это еще слава богу. Но на самом деле все проще. Max Number, как флажок, остается на нуле. То есть там никого нету. Ведь это, опять же, скорее не столько проблема сейчас. Ой, а у нас программа работает. Нет, программа работает так. Алгоритм работает так. Так, мы результаты его работы интерпретируем не совсем корректно. Я имею право вообще распечатывать о том, что, собственно, я нашел максимальное, только если Max Number больше нуля. Логично? Если он больше нуля, ну тогда да, тогда я действительно печатаю вот эту информацию. А если нет? Да? Тогда что? Ну тогда единственное разумное я могу напечатать, что, соответственно, no any, no any, как они у нас называются, нечетные, да, и odd, odd numbers in succession. Ну или лучше так сказать, there was no. there was, ну, лучше так так, there was no odd numbers, потому что not any, либо not any, либо no. There was no odd numbers in the succession. то есть у нас программа начинает законно материться, в кавычках, да, высказываться, что у нас невозможно осуществить алгоритм, было, ну, точнее он, как сказать, прошел, ну, он вернул, что вернул. Все нормально, сейчас секундочку, я хотел подвинуть, для чего? чтобы было пошире немножко видать. Ок. Окей? Вот теперь прям мы учли много разных интересных сценариев поиска максимума с подсчетом значения, да, разобрались, вспомнили про флажок, если я про это еще не рассказывал, то вот, как видите, его вот так вот можно пользоваться, да, ну, а если мне не нужно подсчитывать max number, впрочем, можно и подсчитывать, вот, но можно тогда просто сделать флажок, и это несложно, это мне сейчас вот изготовить версию, которая упрощена слегка, и вместо max number будет просто флажок, как occupied, max position occupied, занята. Окей, значит, я сейчас, я изготовлю это дело, давайте. Это у нас будет max, соответственно, with flag, не нужен max number, но мне понадобится булевское значение флажка, значит, max occupied, я occupied, то есть он занят, я туда положу фолса, и наоборот, в этом смысле я буду выставлять флажок, я тут на доске сказал, что он опускается, а сейчас я его буду наоборот выставлять. что я хочу, он mess, простите, max occupied, значит, но он у меня будет подниматься вверх ровно один раз, а мне не нужно количество равных максимум, я грохну этот кусок, но вот фильтрацию я оставлю, фильтрация нечетных, точнее в этом смысле, фильтр проходит, фильтр только для нечетных, у нас обычно, когда фильтр чего-то, или для чего-то, имеется ввиду, кого мы будем вылавливать, поэтому тут мне не очень надо, фильтр пропускает нечетные, я скажу наоборот, что он пропускает, фильтр грязи, он грязь задерживает, а пропускает все остальное, вот, использую слово пропускать, так, ладно, короче, в этом случае я буду использовать, этот, max value x, замечательно, а вот здесь я по-другому скажу, max occupied равно true, вот я явным образом этот флажок поднял, да, а здесь, соответственно, что я говорю, if not max occupied, или x больше, чем максимум, ну, мне пришлось использовать логический оператор node, если бы я флажок вначале повесил в true, да, то есть, мне бы в этом смысле понадобилось бы поменять значение, не max occupied, а max vacant, то есть, он вакантный, тогда, и поменять логику, пусть, вот как оно было изначально на доске, да, то есть, вакантный максимум, тогда не нужен нод, тогда я его сбрасываю в false, то есть, я один раз воспользовался им, один проскочил, первый среди нечетных, проскочил, потому что max vacant был, ну, простите, писать вот так вот, это безграмотно, когда логическое значение равно равно true, извините, оно и так равно равно true, то есть, само по себе, max vacant это и так true, а равно равно true, тоже будет true, то есть, ну, как это, смысла нету, поэтому просто, если максимум, позишн, ну, максимально max value, вакантная, или x больше, чем max value, причем, к вот этому мы перейдем только в том случае, когда у нас, вот, что называется, вот это не, не правда, ну, все, но есть еще один вариант, а, да, прошу прощения, в этом случае, ошибка была в прошлой программе, я забыл на нолик сбросить, вот здесь вот нужно было начинать от нуля, поскольку там-то я его впихивал в начале первого года, я что хочу сказать, на самом деле, и вот в этой программке, на самом деле, лучше было взять и поступить иначе, не делать вот этого, не делать, отдельно, да и вот эти две переменные сделать локальными, вот прям вот там в теле цикла, а как же я буду определять тогда, что студент, вот что называется, вот проходит, что я вообще должен заниматься, а я должен вначале, собственно, посмотреть, а свободно ли там, как мне это сделать, слушайте, у меня нет флажка, но у меня есть maxNames, да, maxNames у меня, что он там, можно спросить у него, из empty, ну по-моему просто empty, слушайте, я могу, или, хейт больше, чем maxValue, давайте я проверю, что я правильно помню про вектор, вернемся на секундочку, в сам вектор, не modifier, а capacity, видите, empty, test whether vector is empty, она возвращает, правда ли, что он пуст, да, то есть whether its size is zero, так что вот ровно то, что надо, то есть получается, если там никого нету среди имен, или, ну вот и все, то есть вот мы в результате осознания вот этой вещи сделали рефакторинг нашей программы, рефакторинг, то есть мы ее переделали без изменения функциональности, но она стала покороче, то есть вот это вступление стало покороче, вот эти переменные name, hate вернулись, вернулись внутрь цикла, и если я захочу пропускать только девочек, и допустим у меня есть некий способ по имени, определять девочка это или мальчик, да, то я найду там, смогу искать, сделать фильтрацию, то есть это дело пропускать, или игнорировать мальчиков при помощи continue, да, и искать самую высокую среди девочек, ясно? Так, друзья, значит смотрите, я сейчас, одну минутку, чуть не выросла, я запускать хотел это дело, чтобы прогнать и посмотреть на результат, так, значит запускаем, опять студентов напишем, Петя, 150, Маша, 145, Вася, 150, Рома, 150, 147, ладно уже, ой, елки-палки, ну короче, аааа, я опять же, смотрите, да, я начинаю опять с единички, и у меня в результате он меньшее количество студентов потребил, ну, заодно я там ошибся, ну ладно, ну короче, я подправил эту багу, да, можно в принципе прогнать, давайте 5 студентов, еще раз, Петя, 150, Вася, 160, Рома, 140, Маша, 160, будет Маша у меня высокая, и Витя, 147, ну короче, у меня 2 студента, Вася и Маша, да, как видите, их хейт 160, все благополучно, оно нашло, программа стала короче, за счет того, что я сделал реально проверку по флажку, а Максвель вообще не выдавал никакого начального значения, и все, ну, она должна жить, тем не менее, вне цикла, потому что я буду ее там распечатывать потом, окей, да, ну что, срослось, в голове все встало на свои места, товарищи, значит, я на сегодня ограничусь, мне кажется, что мы достаточно взяли, в принципе, есть еще, можно там, запоминать, например, местоположение максимума, не настолько сложно, ну, то есть, в момент, когда я обновляю вот это значение максимального, вот это вот, да, вот это, да, мы в какую-то перемену запоминаем, где это произошло, но тут возникает опять же вопрос, принципиально, а что если у меня будет куча, куча, куча значений, которые равны максимальному, ну, тогда придется точно так же делать вектор, в который пушбекать эти индексы, ну, то есть, если мне нужно будет потом взять и задолбить их все и уничтожить, есть еще интересная тема, а как нам найти, например, сразу два максимума за один проход, слушайте, вот этого я не рассказал, а надо, надо, давайте сделаем это на... у нас один из первых уроков информатики, это было, дело в том, что про это можно рассказать несколькими способами, можно рассказать про это, ну, как минимум, что называется, там, тремя способами, разных алгоритмов, ну, миг маленьких таких микроалгоритмов, вы мне скажите, насколько вы устали? Я-то устал. От чего? Ха, давайте я эту тему отложу и расскажу вот этот поиск нескольких максимумов ровно перед сортировкой вставками, она к этому делу хорошо стыкуется, и она у нас, собственно, окей, ладно, слушайте, я думаю, на сегодня хватит, если вопросов нет, я сброшу сейчас вам код, и на этом мы с вами прощаемся. Все, оперативненько сегодня. Спасибо, до свидания.